Программа долгосрочных сбережений, отмена навязанных вместе с кредитом услуг, отмена комиссий за переводы. Эти и многие другие изменения из мира финансов ожидают жители Тверской области вместе со всей страной. В наступившем году подробности нам рассказали в региональном отделении Центробанка. Новый год несет много нового в сфере финансов для жителей нашей страны. Федеральные власти постарались разработать немало нововведений, которые должны упростить жизнь россиян. Сохранить или даже приумножить их накопления. Например, стартовала программа долгосрочных сбережений с софинансированием государства. С 1 января 2024 года можно вступить в программу долгосрочных сбережений, которая поможет накопить деньги на будущее и получить прибавку от государства. То есть государство в течение трех лет будет добавлять на него до 36 тысяч рублей в год. Точный размер софинансирования зависит от суммы взносов на счет и размера ежемесячного дохода. Чтобы присоединиться, нужно заключить договор долгосрочных сбережений с любым негосударственным пенсионным фондом и пополнить счет. А еще теперь можно на срок до полугода отложить выплаты по любым кредитам и займам. И не важно, когда вы их взяли, но нужно подпадать подряд условий. Например, ваши доходы должны упасть на 30% по сравнению с предыдущим годом. Ну или вы пострадали от какой-то чрезвычайной ситуации. Пожара, наводнения или прочего. Банки и микрофинансовые организации обязаны отныне рассчитывать показатель нагрузки гражданина при выдаче ему новых займов и рефинансирования старых. Если на погашение долгов у человека будет уходить больше половины дохода, кредитор сообщит ему о риске не справиться с платежами. С 1 мая отменяется комиссия за переводы самому себе из одного банка в другой в пределах 37 миллионов рублей в месяц. Еще одно важное изменение касается безопасности денег на счетах. С 25 июля все банки, прежде чем провести перевод денег, должны будут проверять номер карты или счетополучателей. И убедиться, что их нет в базе реквизитов, которые уже засветились как мошенники. Если банк не проведет проверку и сразу отправит деньги на счет из этой базы, то он должен будет вернуть клиенту всю сумму. Срок возврата до 30 календарных дней с того момента, как пострадавший напишет заявление. Продолжение следует...